Здравствуйте! В эфире передача «Секреты недвижимости» и я, Наталья Грищенко. В студии наши постоянные эксперты Алекс Машкович и Максим Богинский. Здравствуйте! Традиционно в начале года мы узнаем у наших экспертов их мнение о том, как будет развиваться рынок недвижимости в Торонто и окрестностях. Алекс, начнем с вас. Мы уже говорили не раз на прошлой передаче, мы пытались немножко сказать, что мы видим. В принципе, много не изменилось, но то, что происходит сейчас, как один, все большие брокерич компании, как Римакс, как Ролла Пейдж, которых есть много аналистов, которые сидят анализируют рынок. В принципе, даже присоединились известные банки. Однозначно говорят, что рынок недвижимости продолжит расти. Опять же, никто не знает, или это будет сто процентов. Понимаете? То есть, могут быть разные изменения с правительственными законодательствами. Многие обещают, что будет поднятие моргиджа много раз. То есть, много-много разных спекуляций. Но так как сложена сегодня ситуация, не видно никак, чтобы кто-то мог остановить рынок недвижимости. За последние два года, если посмотреть статистику, то на периферии дома выросли на 60-70%. В Торонто выросли в районе 35-40%, в Торонто, Миссисага. Это огромные цифры, огромные цифры. Многие специалисты говорят, что, скорее всего, таких, конечно, цифр мы не увидим. Но прогнозы где-то в районе 10%, говорят, будет рост в Торонто и в GTA. И где-то в районе 14-15-16, вот они назвали так, это Берри, Хэмилтон и Сан-Кэтрин. Вот эти три города, которые назвали, что где-то вот так вот будут расти. Ну, как мы знаем, обычно специалисты и такие компании немножко занижают цифры. То есть, если я вижу, когда говорят 10-15, я всегда представляю дабл. Окей, что-то может спокойно быть. Почему это происходит? Какие тенденции? Первое – это недостаточный инвенторий. То есть, сегодня я зашел посмотреть дома в Берри. В Берри 200 тысяч населения – это большой город. Дома до 900 тысяч было всего 5 домов на продажу. 5 домов. То есть, это ничего. То есть, если когда нормальный рынок можно открыть, а может быть там 80 домов, 70 домов, 5 домов. То есть, домов нет. Новое строительство почти не строят. То есть, если мы видим еще строительство конд, Rental Properties очень много строят. Почему? Потому что рент очень вырос. И многие компании строят именно рентал здания. И всплеск строительства рентал здания – это самый крупный, там, за последние, наверное, 20 или 30 лет. Потому что раньше не строилось так много рентал. То есть, если мы посмотрим на Single Family, то их количество, наоборот, уменьшается. Потому что строительные материалы подорожали, земли нет. Это очень тяжело получить землю. И получается не супер выгодно строить дома. А спрос на дома, наоборот, растет. Если мы посмотрим на иммиграцию, которая практически полностью восстановилась, иностранные студенты вернулись, иммигранты начали приезжать. То есть, мы опять стоим на этой планке 400 тысяч в год, что обещали правительства. То такое ощущение, что правительство федеральное абсолютно отключено от провинциального. То есть, если федеральное стоит за то, что экономику двигает иммиграция, что надо привозить больше людей, то провинциальное делает больше и больше подножек девелоперам, чтобы не дать им землю, чтобы увеличить какие-то дополнительные налоги, чтобы не трогать, не дай бог, green belt. То есть, они всячески, наоборот, тормозят развитие вот именно девелопмента. И когда федеральная правительство говорит, мы будем больше строить, это, конечно, хорошо сказано, но на местах ничего больше не строится. То есть, начали, конечно, немножко больше строить, но не так, чтобы покрыть вот этот весь гэп, который у нас образовался, плюс еще и образуется, потому что приезжает очень много народу. Следующая вещь – это низкий интерес. То есть, много спекуляций, что поднимут интерес. Уже полгода нам говорят, мы поднимем, мы поднимем, поднимем, и не поднимают. Теперь, если мы посмотрим на бонды, которые уже сейчас отражают, вот это поднятие будет. Представьте себе, что есть люди, которые взяли бонды под 1, 2, 1,4%. Знаешь, когда это было? Что будет с их бондами, если вдруг они станут 4%. Интересно, они 4%. Они все обрушатся. Это будет просто удар по экономике. Сейчас, когда мы заходим в новую волну, огромную волну коронавируса, и то, что мы все время говорим, что эти волны будут продолжаться дальше и дальше, и сколько они продлятся, никому не известно. Сейчас на этом всем фоне поднять интерес и ударить по своей ноге – то есть, я не вижу этого. Тем не менее, я думаю, что они, да, поднимут, но очень осторожно. Поднимут на 0,25 – посмотреть, что произойдет. Поднимут ли они следующий 0,25 – возможно. Но, мне кажется, это все. Максим, вы согласны? Ваше мнение совпадает? Ну, в основном, да. Единственное, что Саша сказал по поводу того, что стали строить рентал больше, потому что это стало выгодно. Это дико невыгодно, и девелоперы не хотят это строить. Дело в том, что Сити не дают разрешения на строительство, если ты не обязуешься построить что-то в рентал. То есть, есть проекты, где, например, разрешение на три башни и разрешение с условием, что две башни строите на продажу, а одну строите рентал. Но, в действительности, девелоперы воют от этого. Потому что это не их, не бизнес. Они вообще не хотят. Были даже несколько проектов, которые закрыли и перевели полностью на рентал, и не захотели даже продавать. Были такие проекты? Да, были. В прошлом году, в позапрошлом, Сити пыталась дать, что не будет у вас девелопер-чарджи, строите рентал. Но дело в том, что надо понимать, что бизнес девелоперов, он заточен абсолютно по-другому. Это short investment. То есть, построил, продал, получил деньги и вложил их куда-то дальше. Никто не хочет заниматься менеджментом этих прапортов. Проблема в том, не просто для чего ты построил. То есть, ты построил рентал, это у тебя один тайтл на весь дом. Ты не можешь продать его по квартирам. То есть, это вечно ты попал. То есть, ты должен будешь вечно менеджить. И отдача от рента минимальна. То есть, окупаемость будет 30 лет. Ну, кому это надо? Касательно подъемов, да, я абсолютно согласен, что следующий год будет, опять же, дорожающий очень сильно. Нельзя забывать инфляцию. То есть, отбросите. Инфляция уже 5%. В Америке 7%. Непонятно. То есть, все говорят, экономисты, что инфляция, то, что они раньше думали, что она довольно-таки краткосрочная будет. Кстати, я тоже думал, что она быстрее, в принципе. Похоже, что нет. Маховик только раскручивается. То есть, мы увидим инфляцию, инфляцию сильную. И она продолжится. Соответственно, вот то подорожание, если взять там среднее подорожание, то, что мы говорим за последние 50 лет, там 5-6%. Смело добавьте инфляцию туда же. Вот уже мы выше 10%. Это первый момент. Потом, наверное, надо немножко раскинуть разные виды недвижимости. То есть, дешевый сегмент, это, скажем так, дома в отдаленных районах совсем отдаленных. Даже в Берри уже не совсем отдаленные. Уже дальше даже пошло. И они будут продолжать очень сильно дорожать. Я думаю, что под 20% будет подорожание. Вот. Кондо то же самое. То, что показал последний там сентябрь, октябрь, ноябрь, это был что-то бум. То есть, в три раза практически увеличилось количество продаж. То есть, явно народ не может купить, например, дома. Они дорогие. Их мало. И уже не по бюджету. Они двигаются в эту сторону. То есть, по Кондо я тоже думаю, что в действительности мы увидим больше подорожания, чем среднестатистическое предсказывает. Но, по большому счету, да, все будет дорожать. Максим, давайте обсудим меры, которые хочет принять правительство для охлаждения рынка. Как вы считаете, они будут эффективными? Что произойдет? Будет ли охлаждение как в 2017? Это, кстати, вопрос, который вытекает немножко из первого вопроса. Потому что вот то, что мы прогнозируем поднятие рынка очень сильного в 2022 году. Есть факторы, которые предсказуемые, экономические. Тут четкий рост и очень сильный рост. Есть факторы, которые могут помешать этому. Это одно из них. Это то, что правительство хочет ввести эти меры. Как бы правительство, на мой взгляд, делает очень неправильные вещи. Вместо того, чтобы строить больше, а строить больше они не могут. Понятно, это были предвыборные обещания. Будем строить. А строить-то нет. Ресурсов нет, чтобы строить больше. Значит, надо убрать спрос. Но тут тоже все очень опасно. Потому что, если убрать спрос, сейчас большое количество инвесторов покупает. И это люди, которые не спекулянты, а люди, которые покупают и будут держать эти property какое-то долгое количество времени. Потому что real estate при такой нехватке он стал как бриллианты, как золото. То есть это дорожающее, собственно, которого не хватает. Только более надежно еще. Соответственно, они сдаются в рент, а рента дико не хватает. Поэтому сейчас, да, и как бы момент такой, что рассматриваемый фактор. Например, сделать down payment для инвестиционных property 35%. Убрать полностью покупки иностранцев. Их и так уже прикрутили. Они 15% налога платят, все равно покупают. Теперь хотят полностью убрать. То есть им надо показать, что они что-то делают для людей. Вот эти моменты, да, то есть они могут повлиять на рынок. Опять же, ставки, я согласен с Алексом, что сильно подниматься не будут. Я думаю, что в середине года все-таки начнут их поднимать. Да, они, наверное, ударят по людям, которые вот хотели себе купить и хотели купить дом там за 2,5 миллиона, а сейчас они посчитают, что у них бюджета не хватает. Да. Опять же, квалификация-то практически не изменится, потому что квалификация и так у нас уже по максимальной ставке. Поэтому сильно это не повлияет. И, кстати, что можно еще добавить, что за последние два года было напечатано 28% денег в Канаде, который входит в обороте. 28% всех денег. Сколько это? Это колоссальные деньги. Если правительство введет какие-то меры. Вот, например, ввести 35% на rental property. Да, это, конечно, охладит рынок. Однозначно. Но что мы получим дальше? Дальше инвесторы перестанут покупать, потому что многие не смогут с 35% купить. Дальше инвесторы перестанут покупать property. Да, их появится больше. Да, рынок охладится. Но что мы увидим дальше? Дальше мы увидим скачок рента, потому что рента не останется. И, опять же, надо очень важный момент. Я считаю, вот это самая большая опасность сейчас на рынке реал-эстейта. Это то, что доходность проектов-девелоперов исторически упала до исторического минимума. Сейчас девелоперы строят практически под 15% годовых. Это такая опасная планка, когда на рынке очень много других инструментов, которые дают 15% годовых. А все-таки строительство это довольно-таки большие риски. То есть, вот чуть-чуть шатнется, и девелопер скажет, а нафига нам вообще-то надо? Мы не будем больше строить. Мы отдадим деньги в другое место. Опять же, что в этом случае будет? Опять нехватка будет. Алекс, вы постоянно учитесь стратегиям, как заработать на инвестициях в недвижимость. А у вас есть стратегия, как не потерять на инвестициях в недвижимость? Ну, то, что Максим правильно сказал, что люди покупают для ренты. Почему инвесторы покупают? Они покупают для ренты. Но мы же не просто хотим купить, как бы мы не килонтропы, чтобы просто купить и сдать. Каждый инвестор, который покупает, хочет заработать. Я все время говорю уже на протяжении многих лет, я всегда говорю, покупайте дома из категории First Time Home Buyers. То есть, самые ликвидные дома. Это дома из той категории, где люди, которые впервые покупают, они покупают именно такие дома. Они лучше всего держат цену, они лучше всего растут, они меньше всего падают и лучше всего сдаются. Вот. И чтобы себя защитить... Но при этом, я хочу тебе немножко добавить, но при этом это дома, которые больше всего подвержены риском в кризис. То есть, случись... Наоборот. Нет. Вот смотри, возьми две прапорти, прапорти, которые стоят совсем дорогое, 10 миллионов. Вот какой бы кризис не случился, оно не будет стоить 7. А дом, если случился кризис, который дешевый, он упадет в цене очень сильно. Я не понимаю, но мы говорим про инвесторов, инвесторы не покупают за 10 миллионов. Кризис бьет по малоимущим, а не по очень богатым. Нет. Я не согласен в корне. Почему? Потому что то, что я хотел сказать, вот, допустим, эти дома, они самые стабильные, да? И вот почему я, например, сейчас инвестирую в дуплексы, да? Почему? Потому что это все равно сингл фэмили хомп, чтобы не было. И всегда можно конверт обратно в сингл фэмили хомп. Следовательно, он растет в цене не как дуплекс, а как обычный сингл фэмили хомп. При этом он держит цену за счет того, что есть соотношение дохода и расходов. И если вдруг цена пойдет вниз, то она не пойдет ниже, чем вот эта доходность этого дома. То есть, если мы сегодня покупаем дом, и сдаем его в рент, и имеем, скажем, 800 долларов кэшфлоу, да? К примеру. Или там тысячу долларов кэшфлоу. И вдруг цены пошли вниз. Но не станет она вдруг полторы тысячи. И сразу все инвесторы раскупят. Это выгодно инвестиции. Поэтому она будет более стабильной. Теперь другой фактор. Когда вы покупаете дома, которые приносят кэшфлоу, и вдруг начнется коррекция, что произошло в семнадцатом году, например, то вам не важно. Вы не идете сейчас продавать дома. Главное, что вы не берете из своего кармана и не отдаете каждый год. Потому что, если вы, например, покупаете дом. И были такие люди. Покупают дом. И говорят, он все равно вырастет в цене. Неважно, сколько я сейчас получаю. Пускай даже буду терять по пятьсот долларов в месяц. Зато я потеряю за два года двенадцать тысяч. А он за это вырастет двести тысяч, и я в шоколаде. Логика в этом есть. Есть, конечно, в этом логика. Но если вдруг произойдет кризис, и он не два года будет теряться, а десять лет, такое тоже может произойти. Теоретически. А если он купил не один дом, а пять таких домов. А завтра его еще уволили с работы. Что он будет вообще делать? Правильно? Алекс, все зависит от клиента. Самые большие деньги делались на кондо, я имею ввиду. На тех объектах, которые в действительности для сдачи в аренду дико убыточные. Но продержав какое-то время, бог с ним, что ты держишь. Минусовое кэшфлоу. Пятьсот долларов в месяц. С семнадцатый год. А шести тысяч в год. С семнадцатый год. Пять лет это тридцать тысяч ты ушел в минус. Представляешь, за сколько за пять лет. Но на домах выросло то же самое. Ну плюс еще было кэшфлоу и выплата моргиджа все эти пять лет пока строилась. Поэтому ты меня это не переубедишь. Я тебе скажу, в семнадцатом году, например, когда был самый пик цены, многие люди купили. Ой, что теперь делать? Те, у кого было кэшфлоу, выдержали. Теперь дома по сравнению с семнадцатым годом и сегодня как минимум удвоились. Это не двести тысяч, это пятьсот тысяч люди заработали. При этом они каждый месяц получали кэшфлоу. Теперь возьмем дома. Например, даже дом, который я купил много лет назад и сдавал просто как сингл фэмили. Я переделаю сейчас дуплекс и дабл рент. Но при этом дом остался в такой же цене. А теперь еще добавили, что возможно построить еще на Бекьярде. То есть это как лего. Я могу менять в зависимости от изменения ситуации. Поэтому, если вы покупаете дома, которые вам приносят доход, вне зависимости от того, что происходит вокруг, то это ваша страховка. Потому что, почему я люблю покупать дома сегодня? Потому что вы купили дом, вы сегодня были приопрованы на моргидж. И вам не важно, что через два-три года будет. Если он вырастет в цене, рефинансируйте, достанете деньги и купите следующие. А если он упадет в цене и у вас есть кэшфлоу, ну хорошо, подождете дальше. Если вы купили дом, который строится. И через два года было закрытие, что прошло в семнадцатом году. И вдруг цены упали, то когда придет к вам банк, он вам уже оценит по новой цене. Вы дадите 20% плюс ту разницу, что выросло. И у людей может не оказаться этих денег. Это первый минус. Второй минус, что если упадут цены, вы купили дом. И рент теперь был все время убыточный. И у вас изменилась какая-то ситуация. Вы не можете тянуть это. И такие тоже у меня были клиенты. Не мои личные, которые приходили и рассказывали про эту ситуацию. Поэтому кэшфлоу – это маст. Это не значит, что я не смотрю на проект, чтобы они не росли. Потому что мы его купаем в доме, как только мы его конвертировали в дуплекс, как ты говоришь. То есть вот ты дал деньги девелоперу, а здесь ты взял их сам. Потому что как только ты конвертировал в дуплекс, ты на сто тысяч сразу подкинул. То есть ты заработал уже сто процентов, еще даже не сдав его в рент. Если у вас есть пять источников дохода, вы застраховали себя. То, про что говорит Алекс с дуплексами – это старая школа. В принципе, если взять 50 лет назад, как люди, инвесторы в недвижимость, они смотрели, сколько можно купить и сколько можно сдавать это, и есть ли тут положительное. Аналог стак рынка, стак маркета. А раньше акции компании были привязаны к тому, что компания зарабатывает. То есть есть доходность у компании, соответственно, акции дорожают, все нормально. Посмотрите, что творится на рынке ценных бумаг сейчас. То есть, например, как индустрия электромобилей. Компании, которые убыточные на сегодня и даже при каком-то великолепном раскладе прогнозируют, что они начнут зарабатывать в ближайшие 10 лет большие деньги. Они близко не имеют вот этой доходности, сколько это акции стоит. Вот точно то же самое сейчас стало с недвижимостью. Сейчас недвижимость никаким образом не привязана к тому, сколько она приносит денег. Это долгосрочная… Сколько лет она не связана? Алекс не согласен. Сколько лет? 10 лет? Так 10 лет все было хорошо. Последние 20 лет. Мы же говорим, когда будет плохо. И тогда посмотрим, какая старая или новая школа. Последние 20 лет уже. Ты когда увидишь, когда рынок ценных бумаг грохнется на 50-60 процентов, тогда те уже не скажут, о, как мы класс инвестировали. Они потекают кучу денег. Понимаешь? Если… Смотри, никто не потеряет, Алекс. Я знаю, что ты пессимист и касательно коронавируса у тебя на всю жизнь… Кстати, насчет коронавируса я уже на протяжении двух лет говорю, что он еще будет. Он будет. Через два месяца все откроется. Ну нет, через два месяца. В принципе, я считаю, что его уже… И оба права. Мы уже привыкли к нему. Мы уже живем с ним. Он уже нам не мешает жить. Давай оставим коронавирус. Вот. Поэтому надо немножко смотреть на недвижимость. Сейчас еще раз я говорю. Это как… Сейчас это стало как ценная бумага, как золото, как бриллиант и так далее. Кэшфлоу – это, конечно, замечательно. Это дает легче возможность сидеть на недвижимости. Но, опять же, это, может быть, помогает человеку, который вот на последние денежки купил один там дом, да, и не дай бог он будет убыточный, но у инвесторов, у которых есть портфолио, которые уже создали портфолио, им на этот кэшфлоу начихать, по большому счету. Потому что вот максимум там большое… Ты говоришь про очень маленькое количество людей. Большинство людей как раз таких людей, которые… Знаешь, у нас что-то в компании 99% стоят. Значит, ты направлена на инвесторов из Москвы, я не знаю. Ну, пять ты. Пятьсот долларов в месяц – убыточное кэшфлоу. Ты только что рефинансировал свою недвижимость. Ты не рефинансируй, если вы это вытащили. Просто банк не даст им ордить. Смотри, человек рефинансирует свою недвижимость, вытаскивает оттуда полмиллиона долларов. И у него есть план купить там еще четыре-пять прапортий. При этом вот эта прапортия, откуда он рефинансировался, она стала убыточная, да, например, на пятьсот долларов в месяц. Это шесть тысяч в год. Только из этих пятьсот тысяч или трехсот тысяч, которые ты получил, ты отложи в сторону просто на пять лет этого убытка. Это тридцать тысяч долларов. И оно у тебя уже не убыточное, потому что оно уже лежит здесь. А у тебя осталась огромная сумма, которую ты разложил дальше по депозитам. Максим, ты сам сказал, что за два года конды росла на 20%, а дома в Беррии на 70%. И при этом что с кэшфлоу? Чем плохо, я не понимаю? Это средний. Я не говорю, что дома плохо. Дома все замечательно. Начинать надо со стратегии Алекса и переходить на стратегии Максима. Ну, в принципе, да. Логика тут есть. Если у тебя нет совсем денег, тогда к Алексу. Окей. Максим, даунтаун Торонто подорожал гораздо меньше, чем отдаленные районы. Считаете ли вы, что до сих пор выгодно инвестировать в центр? Абсолютно однозначно считаю. Мы увидели большой возврат спроса в даунтаун, особенно за последние 6 месяцев. Причем, если взять статистику прошлых двух лет, позапрошлый год ноль подорожания было. Даунтаун больше всего пострадал. А прошлый год было 10%. Причем это 10% было за последние 6 месяцев. Поэтому спрос явно возвращается. Теперь момент такой, что цены в даунтауне на данный момент мало чем отличаются от цен на периферии. Примерно то же самое. Небольшая разница. Такого быть не должно и не может быть. Поэтому, мое мнение, я всегда об этом говорю, что надо быть там, где шайба будет. И не всегда лучший вариант покупать там, где уже за прошлые 2 года все взлетело, чем, может быть, купить там, где за прошлые 2 года было плохо, а есть потенциал роста. Поэтому я верю в даунтаун. Это самые ликвидные объекты. И, как бы, они всегда будут в цене. Там нет места строить много. Алекс, а во что верите вы? Какие районы, на ваш взгляд, интересны? Ну, районов много. Я не буду сейчас перечислять все районы. Я опять, как бы, вернусь к тому, что... Я считаю, что периферия будет продолжать расти, потому что... Я тоже считаю, что периферия будет продолжать расти. Потому что мир изменился. Это то, что все время я говорю. Мир изменился. Население изменилось. Миллениал сейчас, это основная масса людей, которые живут сегодня в районе Онтарио. Да? Это уже мы говорили много раз. И, кстати, рост на периферии пошел до пандемии в 19-м году. Почему? Потому что миллениалсы взялись с семьей. И им уже не хватает места, и они сейчас переезжают. Теперь добавилось, что нужно всем офис. Потому что, как минимум, хотя бы половину своего времени люди будут работать без дома. В действительности, вопрос денег. Потому что, если бы человек мог за те же деньги, за которые он купил дом в Берри, да? Большой дом на всю семью. Понятно. Мог бы купить себе дом в Ричмонд-Хилле, но в Берри бы никто не покупал. Конечно. То есть, все встает вопрос денег. Вопрос денег тоже. Где ты можешь? Да. И поэтому периферия будет продолжать расти. Значит, то, что какие районы, я думаю, будут востребованы, это не только я говорю, это говорят очень многие компании. Это будет, опять же, востребованный район Берри, Москока, Коварта-Лейкс, Кичнир-Ватерлу. Хэмилтон, говорят, уже перегрет даже. Многие говорят. Ошево. Район Ошево и дальше за Ошево. Там Коборг и другие города. Санкт-Кэтрин, Ниагра. Вот эти все районы будут очень-очень расти в цене. Теперь, с точки зрения инвестиций, все равно я говорю о том, что сейчас изменилось немножко. Максим говорит, что это 50 лет школа назад было, что нужно было обязательно кэшфлоу. Я не говорю, что у меня кэшфлоу не исключает appreciation, а appreciation не исключает кэшфлоу. Должно быть и то, и другое. Особенно сейчас, когда мы не знаем, что завтра будет, кэшфлоу – это, может быть, наше спасение, которое даст нам возможность прожить, если вдруг что-то изменится. Плюс даст нам возможность получить финансирование, когда ты говоришь, что есть деньги, можно доставать, покупать дальше. Банк не будет вам давать, если у вас недостаточный доход. И каждый раз покупка в минус – это уменьшение вашего дохода. Понятно, если человек миллионер, прикуплено в миллион, ему не важно. Но сколько таких людей есть? В основном это обычные люди, которые работают, семья там 100-200 тысяч доход на семью. Каждая покупка недвижимости, которая ударит по их бюджету, то есть будет отрицательное кэшфлоу, или даже ноль она ударит, потому что банки по-другому рассчитывают, уменьшит покупательскую способность на следующий дом. И на следующий дом. А мы хотим все-таки наращивать портфолио. Поэтому кэшфлоу – это не только, чтобы на него жить, это еще и для того, чтобы получать дальше и дальше моргиджи. Ну и, конечно, в итоге, в конце, опять же, зависит от возраста, в итоге мы будем на него жить, потому что пенсию нам никто не даст. В какой-то момент мы будем жить на кэшфлоу. И поэтому это очень важный параметр. На кэшфлоу ты не выживешь. Серьезно? На пенсии ты будешь жить на то, что ты будешь продавать потихоньку эти прапорты. Серьезно? Не выживешь? Окей. Это очень маленькие запросы должны быть, чтобы жить на кэшфлоу. Максим, расскажите, пожалуйста, какие проекты сейчас есть у вас? Проектов очень много. Этот год будет просто наполнен проектами. И все я, конечно, не расскажу. Мы больше 60 проектов в этом году будем делать. Самые интересные. Самые интересные и самые, которые насущие. Значит, сейчас идут продажи. Давайте с Даунтауна, поскольку говорили. 252 Чорч, самый центр Даунтаун. Это Таймсквер прямо рядом с этим центром. Эксот-2. Это проект в Liberty Village. Северная часть Liberty Village. Очень сильно развивающееся место. Туда приходит Transportation. То есть там будет очень большой рост. Это, скажем так, дорогие проекты. Дальше средний ценовой диапазон. Это, наверное, сейчас самое выгодное все, что в районе Эглингтон-линии. Потому что, во-первых, ее в этом году уже открывают. Все. Она официально начинает работать. Неужели? Да, неужели. Все выдохнули. Строили. Вот. Мало того, что она уже начнет работать, так еще и approved и начало строительство Extension, который уходит с Карбора и с другой стороны уходит в аэропорт. Да. То есть, ну, очень перспективно, да. Там, значит, проект Метропарк и проект Фридерих Кондо. Вот они сейчас начинаются продажи в этих проектах. Это касательно чуть-чуть варианта, которые чуть-чуть подешевле. Дальше я обратил внимание на проект Диани. Он это в Оквиле, да, это South Оквил. Я не сторонник северного Оквилла. Там огромное количество землей под застройки. Там будет очень много строиться. Там цены быстро расти не будет. А вот южный Оквилл – это очень интересно. И еще Совет, там, проект, который тоже будет сейчас в ближайшее время выходить. Это проекты еще чуть-чуть низшей ценовой категории. И далее пойдет бюджетный проект, который рекомендовал Mark Gibbon проект в Джорджтауне. Это дешевый проект. Самый центр. Амика, девелопер такой есть, будут строить. Вот, он в самом центре Джорджтауна. И Марта Джеймс, который мы ждем уже полгода. Я по нему уже три раза рассказывал. Его все откладывали, откладывали. Вроде как сейчас он наконец января намечен. Ну и в любимом твоем Берри. Это проект, который вышел сейчас в продажу. Резиденс оф ООН называется. Это вообще интересный проект. Ну, во-первых, там дешево все. Рыжный не очень хороший. Что? Рыжный не очень хороший. ООН – это нехорошая улица. Опять же, это все-таки близко к воде. Да, еще пока нет. Но цены меньше тысячи долларов за Скворфит. Где-то такое найдешь. И там можно два варианта. Там можешь купить просто так квартиру, да. А можешь купить с гарантированным рентом аж на пять лет. Вот. Причем рент гарантирован с положительным кэшфлоу. То, что Алекс любит. Там порядка 250 долларов на OneBedroom и получается кэшфлоу. Гарантированный. Тебе не надо что делать. Все менеджмент. Все оплачивается. Поэтому тоже вариант для таких более консервативных инвесторов тоже неплохой. А вообще, все наши проекты. Ну, часть проектов уже загружена на сайт. Заходите на www.newgtacondos.com. Регистрируйтесь. Там будет доступ ко всем проектам. Мало того, будете на e-mail получать уведомления, когда проект уже вышли цены и так далее. Алекс, напоследок. Что вы пожелаете тем, кто только начинает инвестировать? Какие-то советы? Ну, во-первых, я все время говорю, если вы только начинаете инвестировать или покупать, неважно что, прежде чем вы идете к mortgage-агенту или куда-то, свяжитесь с тем, кто в итоге вам будет покупать дом. Например, я всегда говорю своим инвесторам или людям, которые слушают меня, поговорите вначале со мной. Потому что я направлю вас даже к тому mortgage-агенту, который более подходит для вашей ситуации. Плюс я вам скажу, что вообще у него спросить, потому что не каждый человек знает вообще, что надо делать. То есть, когда я сажусь с человеком, я строю ему стратегию не на покупку конкретного дома сейчас, а хотя бы на несколько лет вперед. Потому что от этого зависит, у кого mortgage взять, какую кредитную линию взять, как это все построить, что первое покупать, что второе покупать. Здесь нужно строить стратегию. Значит, покупать нужно то, что приносит кэшфлоу, то, что я говорю. Кроме того, Airbnb, я никогда много не говорил про него. Сегодня Airbnb это в основном коттеджи, потому что в доунтауне практически запретили Airbnb. И там уже немножко тяжело, но тем не менее можно делать деньги на коттедж-кантри. Немножко опасно тем, что если, как Максим сегодня говорит, что пандемия завтра закончится, то может в коттеджи уже не так сильно поедут, а поедут наконец-то за границу, в Европу куда-нибудь. Но тем не менее все равно будут всегда востребованы. И другой проект, другое место, это наш южный сосед, Америка, в частности Флорида. Я уже говорил на прошлой передаче, что у меня есть агент из Флориды, который присоединился в мою компанию. Мы уже купили очень много проектов для наших клиентов. Там уже построить колоссальное кэшфлоу. Как Максим говорит, невозможно жить. Там уже сделать 2-3 тысячи долларов на одном доме кэшфлоу. То есть, если человек купил таких 3 дома, это 10 тысяч в месяц. Попеременно 10 тысяч в месяц пенсионерам, ну может быть 1-2% населения пенсионеров живет на такие деньги в Канаде. Это довольно-таки большие деньги. И я не говорю, что надо купить себе все во Флориде или все в Берри или еще где-нибудь. Нужно как-то распределять свой портфель. Потому что, если здесь больше апрешейшин все-таки в Канаде, то во Флориде это больше кэшфлоу. И это одно может погасить вам тот недостаток. Кстати, для Кондо тоже может быть. Если кто-то хочет обязательно купить Кондо и купит при этом во Флориде что-то, что будет покрывать его убыток в Кондо, он может купить и то, и другое. Конечно, советую клиентам, если ты убыточно имеешь там, например, даунтаун, он убыточный сейчас по кэшфлоу, купите параллельно на резортах. Ну, ресорт, да. А там сумасшедшие кэшфлоу, там может быть 4-5 тысяч плюс квартир. Да. Ресорт, например, Орландо мы продаем и другие, например, тоже, если мы говорим про Америку. Но я хочу сказать в конце, завершить следующим. Не важно, что вы решили покупать, решитесь покупать. Решите что-то сделать, потому что мы можем говорить сколько угодно о том, это хорошо, кэшфлоу, прешейшн, там лучше, кондо лучше, дом лучше, неважно. Покупать надо как можно быстрее. Да, сядьте и построите стратегию. Цены уходят. Оставьте цены, деньги обесценятся. Мы говорим, как не потерять при инвестиции в недвижимости. Слушайте, как не потерять ничего не покупая? Вы теряете каждый день, что вы просидели, ничего не сделав. Потому что деньги, это превращается в бумагу прямо на глазах. 30-40 процентов денег отпечатанных, вы что думаете, не будет последствий? Примите решение, начните что-то делать. Позвоните Максиму, мне, не знаю, кому-то позвоните, и поговорите, построите стратегию, что вы собираетесь делать в ближайший год-два. Иначе вы можете остаться нищими. Мы это уже видели, мы говорим про Советский Союз, наверное, что произошло. Понятно, что у нас другая ситуация. Но кто же не сказал, что будет что-то похожее? Спокойно может быть. В России, скажем, в 90-е годы инфляция была 50 процентов. Это был караул. Но там регулярная инфляция была 7-8. То есть это в 5 раз больше, чем это. То, что сейчас происходит. Это то же самое, что у нас. У нас сейчас инфляция в 5 раз больше. И real estate это то, что сохранит ваши деньги. Потому что именно на инфляциях богатеют те, кто владеет недвижимостью. На этой вдохновляющей ноте мы вынуждены закончить передачу. Спасибо, что поделились секретами, советами. Спасибо, что были с нами. Встретимся в следующей передаче. Всего вам самого хорошего. Субтитры сделал DimaTorzok